Привет, скучалка в Москве. Привет. Вот в России шок, какое цель дорогое. Всем привет, я буду поздравить на мой канал. Я добралась до Москвы, ура. Эта поездка была очень легкой. Сами понимаете, 9 часов с одной части нашей России до другой. В этот раз я летела российскими авиалиями. Универсальный такой экономный вариант, если говорить про эконом-класс, потому что, ну давайте просто быть честными, да, зачем переплачивать тысячи долларов за просто бизнес-класс, чтобы полететь, если можно потратить эти деньги куда угодно. Потерпишь, но зато ты все эти деньги можешь отлично потратить, куда тебе нужно, там на здравоохранение свое, на красоту и так далее. Поэтому я все-таки за экономный вариант перелетов. Но, кстати, в Штатах мы почти всегда летаем бизнес-классом, потому что это более выгодно. То есть ты реально летишь бизнес-классом, и все там, сэр, там, что вы хотите. Это 100% дешевле, чем в России, это бизнес-классом, особенно в Москву летом, это вот вообще. Почти 9 часов, 10, загораются эти цветастые инсталляции. Ночью город очень сильно оживает, и ты видишь какие-то моменты, которые, допустим, ты не видела днем. Вот, допустим, там в инсталляции видны, очень такие классные, переливающиеся. Ну, в общем, Москва живет. Всем привет, ребята, у нас уже следующий день настал. Я сейчас поднимаюсь, лежу в своей комнате, расскажу вам все, что произошло за эти несколько часов. Мы его первого утра в Москве. Так, мы заходим на этаж. Так, я сейчас вам покажу мою комнату, но сначала я скажу вам одну вещь. Я пошла сегодня в такой хороший ресторан для завтрака, да, вообще это как ресторан, у них имеется, это был ланч и ужин, но я пошла именно на завтрак. Меня очень привлекло их яйцо Бенедикт, ну, это вообще не яйцо Бенедикт, это, скажем так, ржаной хлеб с яйцом пашот. Это было нереально вкусно. Я получаю большое удовольствие, выходя по ресторанам в Москве, потому что, конечно, уровень обслуживания и вообще, как они, знаете, подают тебе. Кто-то может сказать, ой, порции маленькие, не такие, как в Штатах. Ну, на самом деле, я считаю, как вот, лучше съесть маленькую порцию, но ты ее съешь, да, смакуешь, да, и она небольшая, то есть ты, как бы, еще больше ценишь еду, которую ты ешь. А зачем мне большие порции, ну, ты все равно возьмешь домой, она уже, как бы, обесценится, понимаете. Буду приезжать в Москву, конечно, ну, частично. Я хочу приезжать сюда часто, потому что здесь мне нравится, как турист, особенно, блин, я скачала по Москве. Итак, давайте покажу вам свою комнату, на самом деле, как бы, эта комната, она одна из лучших в этом отеле, отель Стандарт называется, он находится прямо в центре, находится станция Пушкинская, Чеховская, Чеховская, то есть вы можете поехать куда угодно отсюда, да, без каких-либо пересадок больших. Достаточно, вот, ну, большая, да, то есть ты тут входишь, у меня бардак, конечно, но, блин, да, случается, когда ты путешествуешь. Не во всех отелях такой современный дизайн, это очень круто, то есть тут лампочки, можно включить свет. Классно, думаю, видишь всю Москву, наверное, вид, это самое крутое, что можно только в этой комнате найти. Как я уже говорила, это та чайфана, в которую я вчера ходила. За два года, и мне кажется, что, вы знаете, как люди с душой тебе подходят, и неважно, да, ты оставишь им чаевые или нет, вот, у меня не было наличных, я не оставила их, но девушка, которая обслуживала, у меня просто вот все такие, знаете, понравилось ли вам все. Вот, собственно, вообще эта картина, она немножко, знаете, показывает динамику, не динамику, а интерьер ресторанов, которые находятся на втором этаже. Очень классный, кстати, там очень вкусная еда, советую очень посмотреть это. Вот, ну, в общем, тут у нас тоже, знаете, такой, женский беспорядок небольшой, и, в общем, это такой столик здесь. Уровень именно ресторанного бизнеса, он повышается, как люди с тобой общаются, как они с тобой, знаете, находят общий язык, то есть не с каждым человеком можно найти общий язык, да. Мне кажется, когда ты живешь в Штатах, ты приезжаешь в Москву, конечно же, ты больше улыбчивый, больше такой десноконтакт, мне кажется, чем обычный москвичин, вот. Ну, это, мне кажется, иногда людей это ставит в супор, но для официантов, мне кажется, это очень, они только рады. Вот, что я хочу сказать еще, что нравится ли Москва мне очень, потому что, когда я сюда приехала, мне показалось, что энергетика, она просто бьет через край здесь. То есть я вышла куда-то там за едой, и я просто вышла, и я поняла, бешеная энергетика города, которая к тебе идет только в начале, да. То есть, допустим, если ты будешь здесь находиться там, может быть, год, полтора-два, скорее всего, энергетика города даст тебя съезд, она не даст тебе того, того, что ты получаешь, когда ты только приезжаешь сюда. Когда ты приезжаешь сюда, ты просто еще такой свеженький, и Москва это чувствует, она как бы тебя подпитывает ей, а потом она просто, мне кажется, немножко забирает. Сегодня я сейчас зашла в HRD, посмотреть, что-то как-то, мне нужно было купить сумку, чтобы с ней путешествовать. И, вы знаете, я зашла, и просто я такая, блин, как классно, просто хочется все купить. Я просто говорю про то, что вот, когда ты находишься в Штатах, я HRD там не очень люблю, потому что, как бы, то, что присылают в Штаты, оно обычно, ну, не очень такое супер какое-то модное, все очень такое базовое. Вот, а вот в Москве, в России, я думаю, везде HRD там как бы один и тот же, да, все такое модное какое-то, тебе хочется все померить, там, не знаю, что-то купить, потому что другой у нас стиль, другой менталитет. Соответственно, мне кажется, поэтому здесь привозят какие-то вещички, которые, вот, вы, допустим, не увидите в Штатах, хотя многие говорят, вот, в России шопает никакое, все дорогое. Ну, не знаю, не знаю, допустим, что ты там можешь купить за 20, 25, 30 долларов, это там, где 500, да, 3000, это, в принципе, в Штатах будет такая же почти цена. Поэтому, вот, я, если честно, каждый раз, когда я путешествую, приезжаю в Россию, допустим, особенно в Москву, понимаю, что Россия развивается, да, вот, какие-то технологии новые. Например, я сегодня зашла в кафешку с утра, да, когда завтракала, и там можно отсканировать код и оставить чаевую с твоей кадры, то есть, да, допустим, если у вас нет кэша, вы можете отсканировать код и, соответственно, дать чаевую официантке, сколько вы считаете нужным. Ну, так, ребят, сейчас мы в аэропорту находимся, в аэропорту Найорка, и до полета осталось буквально как-то 30 минут, сначала мы улетим в Москву, это будет 9 часов, юж из Москвы, в офисе 7 часов ожидания будет полет уже, международно, 9 часов, то есть, это, конечно, ну, реально нелегкое такое плетение путешествия, потому что, ну, столько много часов ждать, но я думаю, что, я думаю, тут того стоит, потому что, знаете, иногда придется и так, приходится и так, да, поступать, иногда приходится и так, вот, так что, пожелайте мне удачи. На самом деле, это не каждый юр, но ты начинаешь понимать, что оверения, которые ты будешь использовать, да, в инфекте, я не знаю, для своих полюб, они отличаются немножко от американских, чем? Тем, что американские оверения, как правило, более 4 килограмм, даже для ручной кладки, они обычно покрывают глаза на какой-то перевес, ну, небольшой, да, и во Флориде, когда я чекнилась, мне должны спросили поставить наручную кладку на весы, тогда как здесь, в Нью-Йорке, когда я чекнилась на аэроход, мне сказали, что можно встретить на вашу сундук, она была 5 килограмм выше, и в итоге я пришлось, мне пришлось чекинить тоже, и потребляю за 100 долларов, но, в принципе, это не очень страшно, но просто иногда ты понимаешь, что в Нью-Йорке люди, они немножко более, знаете, такие, какие-то, ну, такие, типа, высокомерные, что ли, даже девушка, которая брала у меня деньги, она сказала, типа, ну, это вообще 100 долларов, за сумку сразу перевес, я так понимаю, это нормально, вообще, ничего, нет, такой Нью-Йорк, мне кажется, что иногда даже лучше, знаете, путешествовать через Атланту или откуда-то, но, к сожалению, большинство, большинство флайтов, самолетов, они летают у них с Нью-Йорка в Россию и в Москву. Субтитры сделал DimaTorzok